Здравствуйте ребята, меня зовут Богатейщий Ди и добро пожаловать в новое видео. Давай начнем с краткой предыстории. В ноябре прошлого года мы покупали сэндбокс за 4 цента. Почему конкретно я это сделал? Причина достаточно глупая. Я увидел, что они заключили партнерство с компанией Square Enix, которая разрабатывала такую игру как Life is Strange. В свое время я от нее дико фанател, именно поэтому я и решил купить сэндбокс. Сегодня, спустя год, сэндбокс просто взрывается. Весь рынок красный, а он умудряется расти на 25% за сутки и уже стоит 4 доллара. То есть за год он вырос более чем в 100 раз. Поэтому неудивительно, что мне задают так много одинаковых вопросов, стоит ли покупать сэндбокс или уже поздно. Сегодня я хочу рассказать о том, что ожидает сэндбокс в декабре, в следующем месяце, а также о том, какой у него долгосрочный потенциал. Кроме этого, чтобы ты совсем не сходил с ума и держал свою голову ясной и холодной, мы поговорим про проблемы этого проекта, которые могут привести к его неудачам в будущем. Для этого я покажу тебе видео с моего любимого англоязычного канала Coin Bureau. Это очень топовый блогер, который максимально объективно обозревает криптовалютные проекты. Несколько дней назад он опубликовал видео, полностью посвященное сэндбоксу. И мне действительно даже стало приятно. Любимый блогер говорит об одной из самых продуктивных моих монет. Лично мое мнение, сэндбокс еще не показал себя полностью. И возможно он будет стоить около 10-12 долларов, если получит капитализацию около 8-10 миллиардов долларов. 8-10 миллиардов долларов. Сейчас у него почти 4 миллиарда долларов. Почему именно 8-10 миллиардов долларов? Потому что именно такой капитализации достигал в свое время Axie Infinity. Сэндбокс может этого достичь, потому что во многом он лучше, чем Axie Infinity. Но прежде чем мы перейдем к полному обзору сэндбокса, я хочу показать тебе вот этот очень важный график, который поможет тебе найти ответ на вопрос, стоит ли покупать сэндбокс прямо сейчас. Что этот график значит для сэндбокса? А то, что в декабре, как мы видим по вот этим подъемам, будет очередной раунд разблокировки токенов сэндбокс. Это значит, что 300 миллионов токенов сэндбокс будут разблокированы и проданы на рынке. В прошлый раз это произошло вот здесь, приблизительно в июле 2021 года. И как мы видим, это очень сильно придавило его цену вот здесь. Поэтому я бы докупал сэндбокс после этого, а не сейчас. Что я сделал с теми сэндбоксами, которые купил год назад? Половину я перевел в эфириум, потому что в долгосрочном будущем эфириума, я уверен, больше, чем в сэндбоксе. А половину оставил, пусть себе лежат. А теперь давай послушаем этот весьма познавательный обзор. Я перевел его максимально быстро, и поэтому мои мозги спеклись. Времени мало, а тебе нужно это показать сегодня. Так что ради тебя и твоего лайка работаем в поте своего лица. Поэтому надеюсь, что ты поставишь лайк прямо сейчас. Большое спасибо за поддержку. Во-первых, это очень интересно, а во-вторых, там очень много важной информации. Если у тебя нет столько времени, тайм-коды есть в описании. Я бы хотел, чтобы ты хотя бы посмотрел последнюю часть видео, связанную с проблемами этого проекта. Это для того, чтобы ты не так сильно мучился позывами синдрома упущенной выгоды. Действия, что ты можешь совершить под влиянием сожаления об упущенной выгоде, могут быть фатальными. Поэтому сохраняй голову ясной. Ну, погнали. Вы знали, что в мире есть более трех миллиардов геймеров. К тому же, средний игрок тратит от 100 до 200 долларов на игры в год. Поэтому не будет ошибкой сказать, что в игровой индустрии очень много денег. И некоторые криптовалюты конкурируют за то, чтобы получить кусок этого пирога. Одна из таких криптовалют – это Сэндбокс. Токен Сэнд улетел в небеса после того, как Фейсбук объявил свою ориентацию на метавселенную в конце октября. Сегодня я расскажу, что такое Сэндбокс, чего хочет добиться проект и объясню, почему Сэндбокс может стать крупнейшей игровой криптовалютой. Сэндбокс, как проект, был основан в 2012 году. Его создатели Себастьян Баржет и Артур Мадрид. Разработчиком Сэндбокса выступил PixOwl, программная компания из Сан-Франциско. Сэндбокс начался как 2D-игра для мобильных телефонов, в которой игроки могли строить свои виртуальные миры. Сэндбокс умудрился набрать 40 миллионов игроков, и он до сих пор существует на мобильных устройствах, как игра Сэндбокс Эволюшн. Следуя за булраном 2017 года, PixOwl объявила о планах превратить Сэндбокс в 3D-игру, построенную на эфириуме. При этом каждая игровая вещь, созданная в игре, будет ничем иным, как NFT. В 2018 году PixOwl была куплена компанией Animoca Brands из Гонконга. Компания фокусируется на разработке развлечений, основанных на блокчейне. Как часть этой покупки, Animoca Brands получила и дочернюю компанию TSB Gaming Ltd. Именно она и занималась криптоверсией Сэндбокса. Сэндбокс Фаундейшн, который состоит из более чем 100 людей из 32 разных стран, отвечает за координацию разработки Сэндбокса. В 2019 и 2020 Сэндбокс провел 3 распродажи токенов для финансирования проекта и получил в ходе привлечения капитала 7 миллионов долларов. Кроме этого, он заработал миллионы на продаже земли в виртуальном мире Сэндбокса. Виртуальный мир Сэндбокса состоит из 166 тысяч участков земли. Земля в Сэндбоксе – это токены стандарта ERC-721 на эфириуме, то есть земля в Сэндбоксе – это NFT. Эти участки земли могут быть объединены в районы, которыми может владеть один человек, или же в целые штаты, владельцами которых выступает 2 и больше человек. Как ты видишь, некоторая земля в Сэндбоксе уже принадлежит компаниям. Бинансу, Геймини, Коинбейс, Этери, Коинмакеткэп и даже South China Morning Post. Земля может быть кастомизирована с помощью программного обеспечения VoxEdit. VoxEdit также используется для создания внутриигровых предметов, которые в итоге существуют в виде NFT на эфириуме. Земля может быть также монетизирована с помощью сдачи в аренду, или же использована для проведения, например, квестов, которые создаются с помощью инструмента Сэндбокс Гейммейкер. Земля и активы торгуются на собственном Сэндбоксе NFT рынке. Все цены на NFT выражены в токенах Сэнд, и токен Сэнд используется для их продажи и покупки. Токен Сэнд построен на стандарте ERC20 на эфириуме и является внутриигровой валютой Сэндбокса. Сэнд и Земля дают также право управления и голоса их холдерам, а токен Сэнд можно даже стейкать для получения дополнительной прибыли. Сэндбокс сейчас находится в закрытом бета-тестировании, и публичный запуск альфа-версии может произойти под конец этого года. В октябре 2020-го социус.ком приобретает внушительную недвижимость в Сэндбоксе для того, чтобы создать виртуальную платформу для собраний и встреч своего собственного сообщества. Кстати, социус.ком – это компания, которая стоит за Чилис. Чилис – это криптовалютный проект, который выпускает фанатские токены для спортивных клубов, например, для PSG, где сейчас играет Месси. В январе этого года Сэндбокс объявил первый раунд распродажи публичной земли, который прошел в феврале. Партнером этой распродажи выступил CoinMarketCap. В марте 2021-го Сэндбокс объявляет о том, что эта распродажа побила все рекорды в истории NFT-продаж на тот момент. Они привлекли в результате 3 миллиона долларов. В конце марта Сэндбокс представляет публичную бета-версию своего NFT-рынка. Это привело к тому, что Сэндбокс поднялся на четвертое место по объемам торговли NFT, уступив только лишь Криптопанкам, Боурт, Айпьяхт Клаб и Артблокс. В июне Сэндбокс обновил программный инструмент VoxEdit. После обновления игроки получили возможность создавать внутриигровые предметы в виде NFT. С тех пор игроки Сэндбокс создали более 15 тысяч игровых предметов. Сэндбокс также запускает финансовые программы для стимулирования разработчиков, что тоже, конечно же, помогает развитию. В конце июня Сэндбокс объявляет целый ряд инициатив, которые направлены на уменьшение своих углеродных выбросов в атмосферу на 99%. В том числе приобретение углеродных кредитов, посадка деревьев и интеграция с Polygon, лидирующим решением второго уровня на Эфириуме. Polygon, кстати, использует Proof of Stake. В июле Сэндбокс объявляет партнерство со Skybound, компанией, которая создавала комиксы «Ходячие мертвецы». Партнерство заключили для того, чтобы создать зомби в метавселенной. Как часть партнерства «Ходячие мертвецы» получили хороший такой кусок земли в Сэндбоксе. Кроме этого, это привлекло фанатов и геймеров «Ходячих мертвецов» в Сэндбокс. В августе Сэндбокс объявляет партнерство с eSports для того, чтобы привнести виртуальный футбол и другие виды спорта в метавселенную. В сентябре Сэндбокс покупает Bootape NFT за 740 эфиров или же около 3 миллионов долларов. Таким образом, у Сэндбокс образовалась целая коллекция NFT стоимостью в 400 миллионов долларов, которая принадлежит сообществу. Snoop Dogg даже воткнул свой флаг в мире Сэндбокс и продал тысячу билетов на свою виртуальную вечеринку в Сэндбоксе. В октябре Ubisoft объявляет, что хочет инвестировать в создание блокчейн-игр. Они особенно сфокусировались на Animoca Brands, той самой компании, которая владеет Сэндбоксом, если ты помнишь. Уже в этом месяце Сэндбокс отчитывается о том, что привлек 93 миллиона долларов в очередном раунде финансирования при участии SoftBank. SoftBank является одной из крупнейших инвестиционных компаний в мире и шестой по размеру компании в Японии. Все эти события в совокупности с планами Фейсбука переехать в метавселенную и привели Сэндбокс к новым историческим пикам его цены. Как ты видишь, Сэндбокс выглядит очень перегретым, но он не обрушивается так быстро, как я этого ожидал после этого взлета. На самом деле кажется, что его рост продолжится. Для этого есть несколько причин. Первое – это NFT. Как я уже говорил, NFT от Сэндбокса являются одними из самых торгуемых среди остальных NFT коллекций. И большинство этих торгов происходит в токенах Сэнд, что и создает спрос на него. Вторая причина – Сэндбокс находится в топ-100 на CoinMarketCap и ему есть еще куда расти. Это значит, что требуется значительно меньше денег для того, чтобы толкать его вверх по сравнению с уже жирными по капитализации проектами. Третья причина – токеномика Сэнд очень здравая. Максимальное предложение Сэнд – 3 миллиарда токенов. Его изначальное и теперешнее распределение в сообществе солидное, а раунды разблокировки новых токенов четко запланированы. Поэтому стоит отметить, что мы приближаемся к новой дате разблокировки уже в декабре 2021. В декабре разблокируют еще 300 миллионов монет Сэнд, которые потенциально продадут на рынке. В последний раз такое случилось в июле и кажется, тогда это придавило его курс. Это значит, что мы можем увидеть это и 1 декабря. Четвертая причина – это технические индикаторы. Если правильно их проанализировал, они показывают возможность роста цены Сэндбокса еще в два раза, если, конечно, остальной крипторынок сильно не обвалится. И, наконец, пятая причина более долгосрочная – это дорожная карта Сэндбокса. Как я упоминал раньше, Сэндбокс еще только готовится открыть свой виртуальный мир для публики. Учитывая дорожную карту Сэндбокса, это должно было случиться в первой половине этого года. Эти планы были перенесены из-за планов Сэндбокса запуститься на полигоне. Перенесли это на четвертый квартал 2021-го. Как раз в нем мы сейчас и находимся. Дорожная карта Сэндбокса также подразумевает запуск DeFi стейкинга и перенос NFT рынка. Интересно, что одновременно с этим в дорожной карте Сэндбокса сказано, что их мета-вселенная будет открыта в первом квартале 2022-го. Во втором квартале 2022-го Сэндбокс планирует запустить собственные DAO – децентрализованные автономные организации. В последнем интервью один из создателей Сэндбокса, Себастьян Боржец, сообщил, что архитектура для собственных DAO почти завершена. Под конец следующего года Сэндбокс собирается запустить свой новый виртуальный мир на мобильных телефонах. Прямо-таки возвращение к истокам. Сэндбокс даже хочет запуститься на PlayStation и Xbox. Под конец 2023-го Сэндбокс обещает 5000 игр, доступных в его виртуальном мире. Из десяток этих игр уже получает финансирование от Сэндбокс Foundation. В основном эти игры будут из формата «Игра и зарабатывай», потому что этот формат доказал свою эффективность в плане привлечения и удержания игроков. Также создатели Сэндбокса хотят создать полностью виртуальную экономику, исходя из слов Себастьяна. Это значит, что в виртуальном мире Сэндбокса будет целый ряд виртуальных рабочих мест, где ты сможешь зарабатывать реальные деньги. Также в интервью Себастьян сказал еще кое-что интересное, а именно то, что 100% предложения монет Сэндбокса будет принадлежать сообществу спустя 3-5 лет. Это значит, что команда, компания и сам Сэндбокс Foundation планируют продать все свои токены сообществу в течение следующих 3 или 5 лет. Отсюда вопрос, что произойдет с Сэндбоксом, когда последние токены Сэнда будут разблокированы и проданы сообществу. И здесь я хочу поделиться своими сомнениями, связанными с этим проектом. Кроме удивительно быстрого плана разблокировки оставшихся токенов и проблем, которые это может принести для долголетия проекта, у Сэндбокса могут возникнуть проблемы с запуском. Потому что за 3 года разработки Сэндбокса собрали огромнейшее сообщество, которое сейчас находится в ожидании того, чтобы исследовать свой виртуальный мир. Да, это невероятно. Но также это создает большую головную боль для разработчиков, которые должны быть абсолютно уверены, что и веб-сайт Сэндбокса, и платформа смарт-контрактов на полигоне готовы справиться с таким количеством людей. Второе сомнение связано с первым. Это централизация архитектуры, на которой работает Сэндбокс. Пока Сэндбокс распределяется между Эфириум и IPFS, в белой бумаге написано, что виртуальный мир Сэндбокса сам по себе работает на единственном сервере, который предоставляется AWS. Это то, что называется единой точкой отказа. Если в ней произойдет сбой, вся система перестанет работать. Например, Decentraland использует сервера, запущенные сообществом, для поддержки своего виртуального мира. Это значит, что если один сервер засбоит, вся система продолжит работать. Однако у Сэндбокса есть преимущества как раз таки поэтому. Decentraland может вывести только 100 человек на одном сервере, в то время как Сэндбокс может справиться с куда большим количеством из-за централизации своего виртуального мира. Кстати говоря, о централизации. Сэндбокс Фаундейшн до сих пор имеет полный контроль над проектом. Справедливости ради, так начинали почти все криптовалюты, даже Эфириум. Проблема в том, что такой уровень централизации не позволит, например, Коинбейсу залестить Сэндбокс в ближайшем будущем. И все потому, что в сегодняшней форме Сэндбокс очень похож на ценную бумагу. Учитывая, что подавляющее большинство денег в криптовалюту льется из США, это значит, что Сэндбокс может не вырасти так сильно, как он мог бы вырасти. Просто потому, что его не может купить американская аудитория. Мое последнее сомнение, связанное с Сэндбоксом, также относится и к остальным криптовалютам метавселенной. И это крипторекомендации группы разработки финансовых мер по борьбе с отмыванием денег. Исходя из них, такие криптовалютные внутриигровые экономики, как Сэндбокс, обязаны интегрировать процедуру «Знай своего клиента». Если эти крипторекомендации будут приняты, как это запланировано, до июня 2022, это может ограничить потенциал Сэндбокса в плане принятия, что безусловно скажется и на его цене. Надеюсь, этот обзор немного остудил твою горячую голову, и ты перестанешь поддаваться чувству упущенной выгоды, и будешь принимать решения только разумом. На этом все, ребята. Меня зовут Богатейший Ди. Если видео было интересным или полезным, не забудь поставить лайк. Это помогает каналу расти, а мне находить мотивацию для создания новых видео. Также подписывайся на канал, телеграм, ссылка на который в описании под видео. Делись видео с друзьями, комментируй. Обязательно Богатей. До скорого. Субтитры подогнал «Симон»